В этом видео хочу показать также интервью Уоррен Баффета, а это самый успешный инвестор мира. Почему он не инвестирует в странах СНГ? По похожим причинам у меня состоит портфель акций только из американских и европейских компаний. К сожалению, политические условия и нестабильность не дают мне как инвестору надежность в странах СНГ. Ну а теперь посмотрим. Глобальные рынки быстро упали, но стали быстро восстанавливаться. Российские компании упали больше всех. Дума это только начало, так как Германия была последняя страна, которая подтвердила отключение свифта. Поэтому у русских компаний я пока дна не вижу. Что делать? Продавать или покупать? Я также дальше придерживаюсь к своей инвестиционной стратегии в американские и европейские компании. Ну а что делать, если есть российские компании и они находятся в большом минусе? В первую очередь, скорее всего, надо задуматься о балансировке портфеля, но это надо было проводить еще до этого. В минусе я бы сейчас уже ничего не продавал. Также я надеюсь, что вы торговали без всяких плеч и так далее. Ну а теперь видео с Воррен Баффетом с переводом на русский и почему он не инвестирует в странах СНГ. Прошу заметить, что видео 2006 года и никак не причастно к актуальным событиям. Меня зовут Элиот Симуэлл и я из Нью-Йорк-Сити. Благодаря высоким ценам на энергоносителям, российские рынки показали хороший результат. Финансовые условия стабилизировались с 1990 года. Формируется стабильный средний класс, у которых персональный доход растет. Но также есть риски, политические и юридические риски для миноритарных инвесторов. Но также есть потенциал роста среди компаний. Я интересуюсь, что должно случиться в России, чтобы вы инвестировали там для Беркшея и для себя, и какие компании вас интересуют. Это так звучит, будто вы сами владеете пару российскими акциями. Как вы знаете, в 1998 году Уолт Урисон сказал, что в 1998 году дефолт не будет. И Россия, по крайней мере, доказала, что он был неправ. Чарли и я унаследовали бизнес от компании «Соломон», которая занималась добычей нефти в Сибири. А потом пришло время, когда мы должны были бурить скважины, мы выделяли на это деньги, и когда мы бурили, нам были все рады. И мы хотели добывать нефть. После того, как наши деньги были использованы для бурения скважин, к нам уже были не так дрожжелюбны, как до этого. На самом деле, то, что произошло с нами, было не совсем так хорошо. После такого плохого опыта потребуется много времени, прежде чем мы опять будем инвестировать в Россию. Возможно, сейчас уже все по-другому, но я в этом не полностью уверен. Я завтракал в Солнечной долине три года назад в июле. Это было с Ходорховским. У нас был переводчик. Он говорил со мной о том, чтобы разместить акции ЮКОС на Нью-Йоркской фондовой бирже. Он сказал, что для этого требуется регистрация в комиссии по ценным бумагам или что-то подобное. И он не был уверен, не будет ли это слишком опасно. Я не думаю, что он там зарегистрировался, потому что он вернулся в Россию и отсидел там весь срок, ну или почти весь. С тех пор, как ЮКОС был признан банкротом из-за налоговых претензий. Вы знаете, я думаю, что достаточно сложно получить полную информацию и уверенность в том, что там мир навсегда изменился в плане отношения к капиталу и особенно к внешнему капиталу.